В данном видео я расскажу о том, как контролировать спам на вашем влоге. Итак, откуда вообще появляется спам? Спам появляется из комментариев. Когда вы публикуете статью, у ваших подписчиков есть возможность оставить комментарий. Но комментарии могут быть спанные, то есть оставлять специальными машинами и так далее. То есть и не содержать в себе никакой информации, просто набор каких-то рекламных ссылок. Итак, что для этого нужно? Заходим в меню параметры, обсуждения. И вот здесь есть различные параметры комментирования. Итак, вот другие настройки комментатора. Автор должен указать email имя, пользователь должен быть зарегистрирован. Ну, это мы можем снять, потому что, то есть если у вас есть сайт с регистрацией, то да. Так как у нас обычный блог, то здесь регистрироваться не нужно. Сейчас автоматически закрывать обсуждение статей, если они старше 14 дней. Но мы это не хотим, потому что если у нас много статей, там несколько лет с блогом, то люди могут сходить, комментировать старые статьи. Вот древовидное вложение комментариев. То есть древовидное это вот здесь, когда будет оставить кто-то комментарий, то под ним появится вкладочка ответить на данный комментарий. Значит, разбивать комментарии по 50 штук на страницу. А, да, ну вот, можно это уменьшить, то есть потому что, если очень, например, стоп отставить, то сайт будет грузиться достаточно долго, так понимаете. Если там больше 100 комментариев, то они всегда на одной странице и будут очень долго загружаться. Поэтому здесь можно поставить на 25, например, 20. Отправить мне письмо. Значит, когда кто-то оставил комментарий, комментарий ждет проверки. Ну, я советую, например, снять, потому что постоянно к вам на e-mail будут приходить уведомления о том, что кто-то оставил комментарий. Если комментарий будет там по 100 в день, все эти, вот ящик будет забить. Поэтому снимаем. Лучше просто зайти в свой блог, и там будет видно вот комментарий, то, что оставил. Так, перед появлением комментариев администратор должен проверить комментарий, и автор должен иметь одобренный комментарий. Ну, последний я все равно советую снять, а и самому всегда проверять комментарий. Модерация. Значит, поставить комментарий хочет на модерацию, если он содержит больше двух ссылок. Да, даже можно поставить одну ссылку. Нам не нужно, чтобы кто-то свои реферальные ссылки постил и так далее. То есть, если комментарий содержит какие-то из этих слов в тексте, или адрес, или e-mail, то его поставить в очную модерацию. То есть, здесь нужно ввести набор слов, которые, если будут встречаться, то отправлять мне на модерацию. Здесь можно в черный список внести, например, слова, имя автора, адрес, e-mail и так далее. И они сразу будут отправляться в спам. Это аватары. Вот показывать аватар. Максимальный рейтинг. Ну, вот здесь написано, что это, да. А вот аватар по умолчанию. То есть, если у пользователей нет своего аватара, то будет отображаться какая-то картинка. Такая, такая, например, да. Давайте такую поставим. Нажимаем сохранить изменения. Таким образом, вы можете моделировать комментарии и ненужные удалять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!